14 марта отмечается Международный день планетариев. Таково есть и у Казанского университета. О его деятельности и астрономическом богатстве вуза в сюжете нашего корреспондента. Первый камень астропарка был заложен 22 августа 2011 года. И почти через два года, 23 июня 2013, был открыт планетарий президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым. Планетарий носит имя Алексея Леонова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Планетарий расположен на территории астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарта, русского астронома и общественного деятеля. На самом деле он родился в Санкт-Петербурге, Василий Павлович. Он потом стал членом-корреспондентом Петербургской академии наук. То есть в этом плане это удивительная вещь. Почему? Потому что у него образование было юридическое. Но он так улегся астрономией, что в итоге стал считаться профессиональным астрономом. Он очень дружил с Дмитрием Ивановичем Дубяга. И, разумеется, все труды свои он как бы проводил здесь, через Казанский университет. И поэтому два основателя обсерватории – это Энгельгард Василий Павлович и Дубяга Дмитрий Иванович. Еще при жизни Василий Энгельгард выразил желание быть похороненным в обсерватории, носящей его имя. Но умер он 6 мая 1915 года в Дрездене, Германской империи. Революция, Вторая мировая война – в силу этих обстоятельств желанию ученого было суждено сбыться лишь почти спустя 100 лет. В 2014 году усилиями ректора Казанского университета Ильша Тагафурова, при участии первого президента республики Тадарстан Ментимера Шаймиева, состоялась процедура перезахоронения ученого. Все, что он нам подарил в свое время и что продвинуло астрономическую науку в Казанском университете тогда на самый высокий мировой уровень, но это было как раз сделано им. Стоит отметить, что помимо обсерватории имени Энгельгарта в составе Казанского университета, есть и городская астрономическая обсерватория. Обе они включены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возглавил вот этот вот процесс Ментимер Шарипа Чаймиев, это серьезный очень руководитель, и я очень был рад, что так получилось. В итоге он и был в обсерватории у нас много раз, много раз участвовал во всех этих событиях, которые связаны с включением, с похороняем список ЮНЕСКО. Для меня это будет очень важным событием, что объекты астрономической обсерватории продолжат жить, несмотря ни на что, что дальше будет происходить. Возвращаясь к работе планетария Казанского университета, стоит отметить, что он единственный в России планетарий при высшем учебном заведении, но на этом его особенности не заканчиваются. Слева находится обсерватория, где производятся все необходимые наблюдения, а вот с правой стороны расположен купол, куда транслируется проекция звездного неба, обеспечивающая посетителям полное погружение. Здесь возможно показывать очень такие вот, знаете, прямо реальные фильмы, то есть вы как будто проникаете в то действие, которое происходит в демонстрации вот этого фильма. У многих голова кружится от того, что там происходит. В программу посещения планетария также включены интерактивные экскурсии и знакомства с экспонатами. Наши экскурсоводы рассказывают о космонавтах, об их рекордах, катушке Тесла, много интересных, совершенно занимательных и познавательных вещей. Вы даже можете прикоснуться к настоящему метеориту, которому 4,5 миллиона лет. Погрузиться в мир астрономии может любой желающий. Сегодня планетарий принимает гостей ежедневно, кроме вторника. С расписанием экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте «Планетария». Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Алексей Румянцев, Универтньюс.